всем привет на связи федор васильев и в этом видео я хочу вам показать полезный но не не обязательный плагин для картинок wordpress то есть вы в записях например используйте картинки да и вы хотите чтобы при клике на изображение она красиво всплывала в полном сам размере пример вот такой причем это будет работать как и видео с ютуба вот вы видите внизу навигация и куча разных настроек давайте рассмотрим данный плагин для начала давайте создадим тестовую запись и просто сюда забросим изображение добавить media файл возьмем стандартное изображение вставить и вставим давайте еще одно изображение то есть обычная вставка изображения в статью запись выберем рубрику и опубликовать пойдем на сайт обновим страницу видим наше изображение при клике да у нас ничего не происходит да и нюанс кликом по изображению в редакторе заходим в карандашик здесь нам нужно будет выставить ссылка вместо нет в медиафайл обновить и для следующего изображения и для всех ваших последующих изображений у здесь не забываем делать media файл обновить обновить и даже при этом если мы обновим страницу сайта мы кликаем у нас картинка как бы открывается да ну просто как бы классическим вариантом wordpress то есть когда разворачивается изображение не стрелок нет по бокам не крестика закрыть а лишь кнопка в браузере назад давайте перейдем в плагины плагины добавить новый вообще плагинов lightbox очень много разных всяких потому что эта тема довольно таки актуальна я выбрал один из нескольких плагинов которые более менее интересны и хочу вам о нем рассказать в поле поиска плагинов и вписывайте по-английски lightbox как это сделал я и вы сразу видите да что куча разных результатов и давайте рассмотрим вот этот вот вариант где по-русски написано lightbox нажимаю установить и активировать и сразу после этого мы можем даже не заходить в настройки перейти на главную страницу сайта обновить страницу вы помните мы с вами только что загрузили два изображения кликаем по изображению она сразу открывается в симпатичном lightbox и сразу вы видите отличие потому что здесь мы видим стрелки по бокам и видим крестик закрыть то есть на стрелочку кликаем открывается второе наше изображение в той же записи ну и тут сразу подтягиваются из других записей например видео с youtube а также whitebox открылась и можем его проиграть просмотреть то есть и по кругу пошло по идее дальше пойдут пойдут дальше всевозможные ваши записи ваши картинки с ваших записей ну достаточно интересно и это еще не все мы сейчас посмотрим настроечки потому что мы можем настроить отображение данного lightbox а причем если мы посмотрим в имитации мобильного устройства lightbox смотрится как бы адаптивно вы это видите после установки активации плагинов вот здесь слева у нас появляется новый пункт вот вы его видите с зеленой иконкой это есть наш lightbox кликаем lightbox у нас light версия вот верхний красный баннер вот здесь по крестику мы его закрываем чтобы нам не мешал вот здесь вот слева вот это все наши настройки light версии вот это все что неактивно где про написано куча разных настроек и внизу вот здесь это мы все не можем воспользоваться это про версия но нам она в принципе и не нужно давайте рассмотрим бесплатные вот эти опции да во первых первое ставил вы можете пробежаться у вас есть 7 вариантов lightbox а изначально стоит 1 просто выбирайте двойку нажимаете здесь на кнопку сейф идете на сайт и просто разглядываете кликом по картинке то есть например надпись демозапись вверху появляется до крестик внизу закрыть ну и еще другие изменения здесь уже на ваше усмотрение ну смотрите первый вариант в принципе неплохой причем если вы будете выбирать разные варианты вот здесь ниже настройки также меняются то есть для каждого ставил вот этого lightbox здесь могут ниже меняться настройки о которых мы сейчас тоже поговорим я оставляю первый вариант вот вы видите я выбрал тут же появились дополнительные опции lightbox open speed то есть вот эта скорость открытия lightbox 600 миллисекунд можете сделать меньше или больше на ваше усмотрение следующая опция overlay close смотрите если мы галку снимем и сохранимся пойдем на сайт обновимся откроем картинку то в пустом месте если я кликну мышкой или по картинке вот сейчас это делаю не закрывается lightbox только по крестику закрыть на ваше усмотрение если оставляем галочку то в любом месте можем кликнуть и картинка закроется дальше right click protection то есть защитить правый клик мышки ну наверное чтобы не могли скопировать изображение тоже на усмотрение вот эта опция она позволяет проиграть все картинки в одном цикле и дальше проигрываться не будет что это такое если галочка стоит то есть это представьте у вас например 500 записей в одной записи вы кликнули и пошли смотреть и вы видите по кругу идет вот один раз пройдет по кругу и больше не пойдет стрелка вот это не будет активно если мы вот здесь галочку уберем давайте посмотрим так как у меня всего три картинки легко просмотреть клику на изображение раз два три и вот клику четвертый раз дальше не идет то есть вот если этого нужно назад конечно здесь можно вернуться но и вот дальше опять не идет следующая полезная опция установите полную ширину возможность точнее полной ширине изображения при просмотре давайте поставим галочку нажмем сейф пойдем на сайт обновимся кликнем что изменилось вот здесь рядом с крестиком появляются такие стрелочки если мы кликаем на это изображение то по сути изображение раскроется еще в большем виде если она загружена изначально большое вы видите иконка меняется то есть стрелки внутрь смотрят это значит что мы кликаем по этой кнопке еще раз изображение возвращается вот в такое исходное положение сейчас это будет трудно понять потому что картинка у меня сама по себе небольшая то есть если у вас изначально большое изображение его можно будет открывать еще в большем размере это полезная опция если вы хотите при клике на изображение чтобы внизу вот так вот показывались ваши многочисленные миниатюры из этой и из другой записи уже можно считать полноценной галереи да то вы ставите а вот эту нижнюю опцию checkbox вот здесь на ваше усмотрение я сниму галочку show title ну понятно показать заголовок я не хочу его показывать show description показать описание тоже галочку не ставлю дальше следующий флажок show border это показать рамку также в принципе на ваше усмотрение имидж фрейм то есть давайте посмотрим изначально стоит нет и три варианта фрейма если выбираем фрейм и здесь интересно прямо здесь видите кнопочка превью при наведении можем видеть что за фрейм смотрите обалденно как это это все у нас в бесплатной версии ребят давайте посмотрим как это на сайте выглядит с эффектом фрейм 2 нажимаю сейф я уже боюсь представить если у нас будет про версию нам тут надо смотреть нужны ли эти опции да я вижу много настроек цветов и так далее давайте обновимся кликаем посмотрите какая красота ребят ну вот как раз о чем и речь если мы выбираем фрейм цвет мы задать не можем в про версии да ведь этот цвет один то есть его бы в дизайн нашего шаблона загнать но уже смотрится достаточно интересно согласитесь наверное такой я фрейме оставлю fullscreen эффект следующая опция fullscreen эффект если ставим галочку это добавлять еще одну иконочку вправо верхний угол которая вообще раскрывает во весь экран все что можно раскрыть то есть тоже я бы наверное эту галочку оставил это вот здесь и последний бесплатно опция тоже довольно таки интересно эффекты открытия и закрытия lightbox а изначально стоит но он не задано то есть нет эффектов и вот всевозможные эффекты давайте начнем с первого сейф посмотрим что за эффекты такие обновим страницу жму на картинку и вы посмотрите как открывается изображение да здесь то есть переход обычный закрываем это же так сужается да здесь конечно же вы просто уже без меня я думаю пройдетесь по всем эффектам и выберите для себя подходящий давайте обновимся еще раз клик то есть ну в другом развороте до открывается честно говоря не очень мне нравятся такие эффекты может быть что-то можно будет тут подобрать им так давайте попробуем сейф обновимся ну вот просто выскакивает вот так вот да ну оригинальный мне больше понравился в принципе если тут конечно я все даже сам не смотрел если все посмотреть вот у роты это поворот я точно знаю тоже не особо люблю такие эффекты поэтому я выбираю здесь но ну и конечно вы можете задать классические отображение lightbox вот такого рода с английской кнопкой close не очень хорошо смотрится конечно это чтобы это активировать вы вот здесь вверху ставите old type то есть у вас там new type а это old type и вот они тоже эффекты всевозможные здесь тоже немного пробегитесь посмотрите причем здесь вот внизу видите я даже не вижу какой-то здесь косяк со стилями вот эти эффекты со скоростью вот opening speed открытие то есть скорость открытия да и ниже скорость закрытия мы не можем выбрать лишь вот это можно выбрать и lightbox style и тоже есть кнопка preview которая здесь почему-то не срабатывает но здесь на сайте это работает вот в это видите принципе раньше так смотрелось вот и видео в сплощем окне достаточно тоже интересно смотрится на ваше усмотрение или оставляйте эти настройки вот такой вот полезный интересный плагин надеюсь для вас он тоже был интересен и полезен на этом здесь все и я жду вас следующем видео пока пока и так как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт федоровасильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку captcha защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывают на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в.п. значит wordpress в подарок успешно отправлено по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указана под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем федор васильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема в.п. в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирована у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрирована вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручиваете страницу в самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видеокурсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а